Здравствуйте! В этом видео мы разберем указательные местоимения ТАМА, ТУО, СЕ. В описании к видео вы можете скачать табличку со склонением этих местоимений по всем падежам в единственном числе. Да, сегодня поговорим только про единственное число, а также на примерах предложений сравним местоимения с наречиями места. Итак, сначала само склонение. В этой табличке, ссылка на которую есть под видео в описании видео. Есть название падежей и вопросительные слова для удобства. Местоимение ТАМА имеет основу из двух букв ТЭЭ. К ней мы прикрепляем окончание падежей. В генитиве и аккузативе, то есть родительном и винительном падежах, мы используем базовую форму местоимения как основу. Это местоимение указывает на что-то, находящееся совсем рядом с говорящим. Возможно, это вещь в руках, либо что-то прямо сейчас происходящее, либо что-то так близко, что мы можем дотронуться до этого. Основа местоимения ТУО совпадает с базовой формой. Тут все просто, не надо ничего менять. К этой основе мы присоединяем окончание падежей. Это местоимение указывает на что-то, расположенное не рядом с говорящим, но говорящий может это увидеть и ткнуть в это пальчиком, показать на это. Местоимение СЕ, наверное, самое сложное. Генитив и аккузатив образуются от базовой формы. Во внутреннем местных падежах в корне будет две ИИ, а в остальных падежах только одна. По значению тоже все не так просто. Местоимение СЕ может указывать на неодушевленный предмет, либо на животное. Эти предметы или животные могут находиться недалеко, либо являться предметом разговора. Также СЕ указывает на что-то, о чем говорили ранее. В разговорной речи у местоимения СЕ еще куча вариантов использования. В том числе СЕ может указывать и на человека, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Местоимение в разных падежах важно не путать с наречиями МЕСТО. Наречие здесь ТАЛЛА пишется с двумя Э. Местоимение ТАЛЛА на этом, с одной. Послушайте разницу еще раз. ТАЛЛА ТАЛЛА Слово ТОЛЛА может быть и наречием ТАМ, и местоимением НА ТОМ, У ТАГО. Разница в том, что после местоимения всегда будет идти главное слово в таком же падеже. То есть местоимение и главное слово согласуются. Наречие же не требует главного слова после себя и может стоять отдельно. Наречие СИЛЛА ТАМ отличается от местоимения СИЛЛА на том, У ТАГО на одну букву. Их легко спутать. Важно помнить, опять же, что после местоимения во фразе всегда будет главное слово в том же падеже. Наверное, настало время перейти от теории к практике. Я разбила эту тему на два видео, теория и практика, чтобы не получилось слишком длинно. Жмите на ссылку и слушайте и читайте финские фразы с переводом. Спасибо, что смотрите наши видео. Оставляйте комментарии и пожелания. Субтитры сделал DimaTorzok